Музыка Свежие новости в свежем номере Одинцовской недели. В Московской области летом откроется 109 детских и здоровительных лагерей. Среди них есть даже 5 палаточных. Когда-то очень популярный, но ныне несколько забытый формат летнего отдыха. А фестивали программы «Лето в Подмосковье» интересны не только детям, но и взрослым. Только крупных более десятка. А вообще к услугам туристов множество парков, музеев, достопримечательностей. Много их и в Одинцовском городском округе. Наступающим летом нас ждет более сотни разнообразных событий на любой вкус. Следите за афишей Одинцовской недели. Более 13 тысяч жителей округа вышло 22 апреля на Всероссийский субботник. Люди наводили чистоту целыми семьями. Глава муниципалитета Андрей Иванов поблагодарил участников за такую активную позицию. 24 территории муниципалитета участвуют во всероссийском голосовании по благоустройству. 12 тысяч жителей округа уже проголосовали, но хватит ли этого для победы и получения финансирования? Надо поддержать нашу малую родину. Присоединяйтесь. Весенние апчхи. Период цветения деревьев, самый сложный для пациентов, страдающих полинозом, комментирует врач-аллерголог Одинцовской областной больницы Александра Молочкова, ответившая на вопросы читателей недели. Самый главный вывод – аллергия излечима. А в лесах сейчас не только пыльца, но и первые грибы появились. Хотя разбираются в них, в общем-то, редкие знатоки. Например, такие, как кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский, с которым побеседовал наш корреспондент Елена Щукина. Конечно же, наши зрители помнят замечательную группу «Экс-ББ», работавшую в сложном жанре музыкальной эксцентрики и пародии. Один из ее участников, самый, пожалуй, харизматичный и улыбчивый из всей этой поющей четверки, уроженец грузинского города Поти, народный артист России Гия Гагуа, в гостях у подкаста «Сами мы не местные». И снова о весне, но на этот раз в неожиданном ракурсе колонки происшествий. Утром 24 апреля пассажиры, спешившие на железнодорожную станцию в Голицыно, увидели на вокзале человека, разгуливающего «В чем мать родила». Впрочем, это не весеннее обострение. Сотрудники полиции выясняют, что за химические вещества употреблял данный гражданин. Под воздействием дури, склонной к нудизму. И где он их, собственно говоря, взял? На этом пока все. Ознакомиться со всеми подробностями материалов Одинцовской недели вы сможете, взяв очередной наш номер в фирменных стойках распространения. Или можно почитать газету в интернете вот по этому адресу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова